Это «Давича», продолжаем выпуск. Ветераны войн, представители силовых структур и родственники погибших солдат сегодня собрались в областной филармонии. Там прошел вечер памяти, который посвящен 20-летию ввода российских войск в Чечню. На мероприятие побывала Елизавета Халикова. Возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам сегодня пришли сотни кировчан, родственники, сослуживцы и друзья тех, кто погиб в Чечне в 90-е. Многие с трудом сдерживали слезы. У меня сын погиб. Это надо, это обязательно надо. Надо помнить, надо, чтобы люди помнили это все. После уже филармонии собравшиеся вспоминали, какой ценой далось спокойствие на Северном Кавказе. Через ужасные испытания прошли около 17 тысяч кировчан. Из них больше полутора тысяч получило награды за участие в локальных военных конфликтах. 227 человек погибли. Сегодня мы будем говорить о тех наших боевых друзьях, кого с нами нет. И сегодня наш памятный вечер мы так и назвали. Помяни нас, Россия. Почтить память героев сегодня в филармонию приехали и представители власти. Среди них глава города Владимир Быков, который сам принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Я думаю, что этот день памяти для каждого присутствующего в зале, он каждый день. Потому что, ну, наверное, тот, кто там был, никогда не забудет ни тех друзей, ни тех ребят, с которыми он там выполнял боевые задачи. Но это надо было сделать. Для того, чтобы наша страна была единым, сильным государством. Первая чеченская война началась 11 декабря в 1994-м. Спустя годы в память о героических подвигах именами героев называют улицы, их фамилии отливают в граните. А те, кто прошёл все ужасы войны и выжил, стараются сделать так, чтобы история не повторилась. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.